Собираетесь на трассу? Советую воздержаться. Предупреждают первые посты в инстаграме. На видео видно, как по М7 расползается поземка. Дорожники пускают технику, но снова заметает. С поля несет, конечно, все. Поземка сильнее идет. Постоянно приходится работать за остановку. В Татарстане вторые сутки снегопада. В Казани порядка 200 ДТП и стабильные 9-ти бальные пробки. Во дворах не по одному, а по два дворника. Вот еще не заходя даже никуда, вот все. Убираем и убираем. Талиб Гатаулин сегодня утром свою машину не нашел. Оказалось под снегом. Не думал, что снегопад будет таким сильным. Друг другу помогаем немножко соседям чистить машину. Как узнать, можно ли выезжать в снегопад? Ответ есть. Через каждые 25 километров на трассах республики стоят камеры, следящие за дорогами. Проходимость делят на три типа. Зеленый, желтый или красный – самые опасные, какими дороги были с утра. Смотрим, скользкость. Вероятно, образование Гавалёда. Задача дорожных служб – расчистить трассы и из опасной зоны перевести их в безопасную. На глазах тысяч зрителей через интернет-трансляции. Имеется доступ к управлению ГИБДД, Минтрансе, МЧС. А также мы сейчас на нашем сайте тоже предоставляем доступ к обычным гражданам, чтобы могли посмотреть. Мы на Алексеевском участке дороги. Еще утром он находился в красной зоне, но уже ближе к десяти. Перешел в желтую. Все потому, что ветра стало меньше и флюгеры крутятся немногим реже. Стихия ослабла, но последствия устранять будут несколько суток. По данным дорожных служб, на федеральных трассах работают 340 грейдеров и КАМАЗов. Но и они бессильны против ветра. Одной из главных причин – январьские гололедицы. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань, Алексеевский район. Редактор субтитров А.Семкин